МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! В эфире 12-го канала новости. В студии Никита Гайдаши. Коротко о главных темах. Новые подробности в деле матери троих детей, которую хотят лишить родительских прав. Ждём прямого включения и старых. Бизнес не ради выгоды, а на благо общества. Омские предприниматели представили свои инновационные, социально ориентированные проекты. И растеряли преимущества. После матча с Акбарсом не у всех ястребов выдержали нервы. В эти минуты в Таре проходит очередное слушание по скандальному делу многодетной матери. Органы опеки намерены лишить женщины, у которой трое маленьких детей, родительских прав. Напомню, что по информации специалистов органов опеки, Надежда Привалихина не справляется со своими обязанностями. Эта история уже привлекла внимание региональных и даже федеральных властей. Сейчас в Таре работает и наша съёмочная группа на прямой связи со студией Ангелина Рунова. Здравствуй, Ангелина. Кто сегодня даёт показания в суде и какие новые подробности по делу известны уже к этой минуте? Здравствуй, Никита. Действительно, буквально в эти минуты продолжается процесс по громкому делу Надежды Привалихиной. Но, к сожалению, как вы можете видеть, мы оставлены за бортом. Прессу не пустили в зал заседания, поскольку процесс проходит в закрытом режиме, ведь потерпевшими признаны дети. Но сегодня здесь собрались представители местной администрации, истец, представитель органов опеки, которая и предложила лишить Привалихину родительских прав и изъять у неё детей. Ряд свидетелей выступает буквально в эти минуты в Тарском городском суде. Это как соседи, которые настаивают на том, что Привалихина не справляется со своими родительскими обязанностями, рассказывают о её пагубных привычках. А также здесь собралась огромная группа поддержки самой многодетной Амички. Впрочем, с нами её родственницы общаться категорически отказались. Тем не менее, нам удалось связаться с прокурором, и неожиданный поворот прокуратуры озвучила первые результаты проверки, которую организовала после того, как вспыхнул этот резонансный громкий скандал. Так вот, оказывается, что специалисты нашли ряд претензий к деятельности органов опеки. Ну а если говорить конкретнее, прокуратура уверена, что органы опеки должны были тщательнее следить за обстановкой в семье Привалихина. Я предлагаю послушать комментарий прокурора. Органами прокуратуры проведена проверка органов системы профилактики Тарского района, в ходе которой выявлена неполнота профилактической работы с многодетной семьёй, а в чём указано в представлении, внесённом в адрес главы района, начальника отдела полиции Тарского муниципального района, главному врачу Мбузо-Тарская ЦРБ. Я напомню, что скандал вокруг семьи Привалихиной прогремел пару недель назад в Таре, но гремит и сегодня, причём на всю страну. История, корни у этой истории достаточно глубокие. Ещё в 2018 году органы опеки впервые появились на пороге дома Надежды Привалихиной. Тогда соседи забили тревогу, позвонили в полицию и рассказали, что женщина не справляется со своими родительскими обязанностями. Якобы систематически злоупотребляет алкоголем, детей не воспитывает, оставляет дома одних, и малыши вынуждены бегать по соседям и просить еду. Пройти мимо такого пьющего случая правоохранители не смогли. Тогда детей на время изъяли из семьи, но уже через пару недель вернули. С тех пор, с 2018 года, Надежда Привалихина сумела поправить своё финансовое положение. На мат капитала она купила частный дом в селе Чокрышево под Тарой и переехала туда в этом году. Однако уже новые соседи Привалихиной тоже обратились к правоохранителям с аналогичными жалобами. Якобы из дома постоянно слышится детский плач. Женщина её то и дело замечает. Она выходит из дома, садится в такси, уезжает в неизвестном направлении на большое количество времени, оставляя малышей дома одних. Дети якобы голодные, грязные, не доедают. И тогда органы опеки в конце ноября вновь появились на пороге уже частного дома Надежды Привалихиной. И как уверяли правоохранители, зафиксировали ряд грубых нарушений. Здание якобы совсем не отапливалось или отапливалось крайне плохо. В доме царила полная антисанитария. А когда малышей изъяли из семьи во второй раз, то у младшего 8-месячного Саши медики фиксировали недовес. Но тогда прогремел жуткий скандал, потому что Привалихина оказалась категорически не согласна с таким поворотом событий. Женщина забила тревогу в социальных сетях и на её сторону встали ряд активистов и омбудсменов. Например, областной детский омбудсмен Елизавета Степкина считала, что нужно проверить, не нарушены ли сейчас права детей и выяснить, какая помощь оказывалась семье прежде, и какая помощь и поддержка необходимы сейчас. А сенатор Томской области Елена Мизулина заявила, что нужно изучить ситуацию со всех сторон. Якобы в этом скандале было слишком много подозрительных совпадений. Особенно возмущал тот факт, что семья потенциальных усыновителей для детей, а это пара из Свердловской области, то есть пара из Екатеринбурга, которая оказалась в банке усыновителей нашего региона, приехала сюда, в Тару, в тот самый день, когда в дом нагрянули органы опеки. Сама Привалихина подозревает, что здесь может иметь место даже некая коррупционная схема. Якобы своенравные чиновники и правоохранители скооперировались и готовы разрушить омскую семью ради того, чтобы передать младшего 8-месячного ребенка в семью из Свердловской области. Вот такой неоднозначный скандал. Кто прав, кто виноват, сейчас разбирается Фемида. Я отмечу, что ситуацию под личным контролем держит губернатор Александр Бурков. Он постановил разобраться во всех нюансах этого жуткого скандала, выяснить, в каком состоянии сейчас дети, что требуется семье. И буквально в эти минуты продолжается разбирательство. На кону стоит ключевой вопрос, лишат ли Привалихину прав или многодетной матери дадут очередной шанс доказать, что она исправилась, что она способна воспитывать своих троих малышей и оставят ли ее органы опеки в покое. Я отмечу, что сейчас дети с Надеждой Привалихиной, она несколько недель назад вступила в брак с отцом своих детей, поэтому сейчас вроде как семья производит впечатление вполне благополучной. Так ли это? Теперь постараюсь установить суд. На этом все, Никита, тебе слово. Спасибо, Ангелина. На прямой связи со студией и старой была Ангелина Рунова. В Стахановскую детскую поликлинику передали коробки храбрости. Подшефный омску город Луганской народной республики присоединился к акции, которая в эти дни проходит по всей стране. Она направлена на поддержку детей, которые находятся на лечении или проходят обследование. Волонтеры, предприниматели, общественники и ученики школ собирали в специальные коробки игрушки, книги и наборы для творчества. Все это, по словам врачей, помогает облегчить неприятные для ребенка минуты проведения медицинских процедур. Всего в рамках акции удалось собрать почти 50 комплектов подарков. В данной акции приняли все в нем участие. Не только представители образовательных учреждений, государственных структур, но и предприниматели. Коробка храбрости – это действительно тот посыл добра и луч света для маленьких деток, которые каждый день порой испытывают страх и ходят на грани в связи с агрессией в СССР. Сегодня в прямом эфире 12-го канала поговорят о главном. В импровизированной телестудии, которую наш канал организовал в парке «Россия. Моя история», встретятся школьники и те, кого без преувеличения можно назвать героями нашего времени. В течение часа участники боевых действий и врачи будут отвечать на вопросы старшеклассников. Ну а ведущей по совместительству модератором будет моя коллега Екатерина Булучевская. Она на прямой связи со студией. Катя, здравствуй. И все ли у вас готово к эфиру? И какие темы станут главными в этой публичной дискуссии? Здравствуй, Никита. Да, у нас все готово. Вот как-то можешь увидеть, участники уже собрались. Это больше 130 ребят. Это ученики как младших, средних, так и старших классов, в том числе и наши герои. Уже на месте все готовы к открытой публичной дискуссии, которая, надеюсь, будет не только интересной, но еще и полезной. Потому что в течение часа мы будем говорить на самые разные темы. Это мероприятие будет проходить в формате единого классного часа. Организаторы специально выбрали именно такой формат, для того, чтобы ребятам не было скучно, здесь не будет никаких лекций. Это живой, открытый диалог. И я сразу отмечу, что не только ребята в студии смогут услышать ответы на свои вопросы. Также наша трансляция будет идти сразу во многих школах региона. Для этого специально приостановлены занятия. Выбран вот этот временной блок. То есть это будет такой единый классный час для всего региона. И таким образом наши герои смогут высказать мнение не только здесь в студии, но еще и, по сути, его могут услышать все школьники региона. Но о том, на какие темы мы подробнее поговорим, сейчас узнаем у инициатора проекта, автора Анастасии Рахтиной. Анастасия, здравствуй. Скажи, пожалуйста, вот с какой целью создавался этот проект? И все-таки, какие темы сегодня на повестке главные? Добрый день всем. Наверное, мы все видим, что сейчас в стране очень тяжелая ситуация. Так много фейков, фальсификаций истории. Нашу страну пытаются принизить, и поэтому возникла идея провести открытый диалог с героями, с теми людьми, кто был там. Специально военные операции, в боевых точках. Участвовал в ликвидации террористических актов, потому что формат будет устроен так, что это будут прям вопросы лицом к лицу, лоб в лоб. И очень достаточно серьезные вопросы. Мне удалось уже пообщаться с детьми. Немаловажная и вторая причина. Мы знаем, что папы многих деток сегодня мобилизованы. И поэтому у этих детей внутри есть чувство тревожности, есть чувство страха. И, возможно, наши герои для них откроются не столь военными людьми, а, скорее всего, такими же отцами, которые сегодня попали в рамках частичной мобилизации и были призваны. Поэтому они тоже ответят на их вопросы в своей дискуссии. Ну и третий, немаловажный фактор, приоткроем тайну люди совершенно разных профессий. Поэтому это личный пример и подвиг, который станет важным для наших ребят. Спасибо большое. То есть, по сути, наша программа будет иметь еще и такой очень важный психологический эффект. Я напомню, что посмотреть ее можно будет не только в прямом эфире 12-го канала, но также в официальной группе ВКонтакте. Также будет идти прямая трансляция. Не пропустите. Никита. Спасибо, Катя. На прямой связи со студией с парка «Россия. Моя история» была Екатерина Булучевская. Онлайн и без комиссии у Амичей появилась новая выгодная возможность заплатить за детский сад. Сделать это теперь можно через региональный портал Госуслуг. На главной странице нужно войти в раздел «Оплата», после выбрать вкладку «Документы», внести имя ребенка и номер лицевого счета, указанный в квитанции. Оплата доступна для клиентов любого банка. Сканировать платежные QR-коды при этом не потребуется. Правда, пока заплатить таким образом могут лишь родители воспитанников садов, участников пилотного проекта. Это учреждения номер 345 и номер 259. До конца года присоединятся еще три. Номер 157, 396 и 397. Если эксперимент покажет положительный результат, система заработает для всех. Бизнес, который служит на благо общества. Выпускники Омского центра социальных инноваций представили свои проекты. Коммерсанты говорят, за прибылью не гонятся, хотя в стартапы и вложили миллионы рублей. Цели у каждого свои. Одни хотят сделать комфортнее жизнь малышей с ограниченными возможностями здоровья, другие развивают образовательную сферу. Чтобы поддержать социально ориентированный бизнес, региональная Минэкономика ежегодно запускает грантовый конкурс. На реализацию проектов предприниматели могут получить до полумиллиона рублей. Константин Лондон расскажет подробнее. На первый взгляд самый обычный урок, но на деле эти малыши, которым еще нет даже десяти, раздумывают над совсем не детскими вопросами. Уже с первого класса их погружают, конечно, играючи. В основу философии, обучают истории, скорочтению, а еще в расписание гимнастика для ума и каллиграфия. Преподаватели говорят, ребята с такими знаниями и навыками будут на расхват во многих университетах страны. Это люди, которые открыто смотрят на мир, которые готовы не бояться ошибаться, которые критически мыслят. Сейчас модно на направлении soft skill, мы на это тоже обращаем обязательно внимание. У меня искать информацию очень быстро и я думаю, что такие детки, которые полифонично широко мыслят, они найдут очень быстро в себе предназначение и работают. Сейчас в образовательном центре занимаются около 200 ребят. Чтобы школа продолжала развиваться и наращивала учебные мощности, областные власти поддерживают социально значимый проект рублем. В этом году организация получила грант в полмиллиона рублей. Эти деньги, говорят сотрудники, хорошие подспорья. Можно будет, например, закупить новый инвентарь для хореографического зала или столярной мастерской. А это еще одно детище социального бизнеса. Центр единоборств. Таких в Омске шесть. Чтобы открыть спортшколы, предпринимателю Сергею Шуралеву пришлось вложить больше миллиона собственных средств. Но покрывать траты за счет юных файтеров коммерсант не собирается. Говорит, если будет нужно, готов снова раскошелиться. Главное, чтобы занятия были доступны для всех, кто мечтает научиться борьбе. Занимается уже 678 человек. Это все равно малыши. Развивая мы единоборство. Это рукопашный бой, армейский рукопашный бой, ММА и боевое самбо. Мы хотим стать самой большой сетью в России. Создать такой масштабный проект, говорит Сергей, помогут знания, полученные в Центре социальных инноваций. Вместе с руководителем спортклуба курсы предпринимателей прошли полторы сотни человек. Не только мечи, но также новосибирцы и жители Луганской республики. Они разрабатывали стартапы по самым разным направлениям, в том числе в сферах культуры, услуг, оздоровления и IT-технологий. Благодаря этому в городе появилось больше 140 новых рабочих мест. Мы считаем, что это очень важный результат, потому что в сегодняшних условиях создавать новые рабочие места крайне сложно. В этом году у нас появились новых больше 20 предприятий, индивидуальных предпринимателей или ООО. Это тоже хороший показатель. И самое главное, ежемесячно свыше 3000 жителей Омска в Абридыше получают услуги от выпускников школы. Уже не первый год омский опыт социальных предпринимателей ставят в пример по всей стране и даже за рубежом. Мохаммед Абделькадер приехал в наш регион из далекого Египта и открыл здесь школу для ребят с аутизмом. Предприниматель говорит, такие дети особенные, очень ранимые, беззащитные, часто закрываются даже от своих родных. И найти к ним подход порой могут только специалисты. В этом центре с малышами занимаются и лечебной физкультурой, и развивающими играми. Со слов Мохаммеда, его главная мечта, чтобы через 10 лет серьезный диагноз аутизм перестал существовать. Константин Лондон, Екатерина Булычевская, Сергей Пайхалов, 12 канал. Упустили преимущество в две шайбы и снова проиграли. Авангард неудачно завершил домашнюю серию матчей, проиграв в овертайме Акбарсу. Хотя начинали ястребы неплохо. В первом периоде Иван Телегин и Арсений Грицюк забросили по шайбе в большинстве и обеспечили команде комфортное преимущество. Правда, ситуация кардинально изменилась во втором периоде, когда с интервалом в пять с половиной минут отличились Дмитрий Когарлицкий и Никита Дыняк, вернув Акбарс в игру. Встреча перетекла в овертайм, где победу гостям принес мощный бросок Дмитрия Юдина, после чего Василий Демченко, не сдержав эмоций, разнес клюшку и покинул лед раньше всех. Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Присылать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. В Омском цирке заключительное представление нового грандиозного шелки и рация Бурляс 34-36-36 Категория 0+. Неповторимый вкус и природная польза. Лучшие пчеловоды страны привезли в Омск на ярмарку меда несколько десятков отборных сортов янтарного лакомства. Тем, кто хочет поддержать иммунитет, подойдут целебные сорта. Разнообразие чаепития сладкоежкам помогут десертные с добавлением фруктов и ягод. Для всех покупателей действует акция при покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Подробности далее. Не просто натуральный продукт, а еще и источник важнейших витаминов, минералов и аминокислот. Все это о меде. Янтарное лакомство не только порадует природной пользой, став альтернативой сахару на вашем чаепитии, но и удивит неповторимым вкусом. Еще одно важное преимущество меда и его целебные свойства. Привезли пчеловоды в Омске один из самых ценных сортов мед диких пчел. Уникальный экологически чистый продукт. Особным спросом, конечно же, пользуется мед диких пчел. Он добывается старым дедовским способом и содержит в себе всю полезную пчелопродукцию. Это сладкое лакомство станет источником силы, здоровья и крепкого иммунитета. На ярмарке вы сможете попробовать не только вкусный мед, но и полезную пчелопродукцию, пергу, маточное молочко. Опытные пчеловоды уверены, много меда не бывает и поэтому подготовили для мечей приятный сюрприз. Для каждого покупателя на ярмарке действует акция. При покупке килограмма любого меда килограмм цветочного в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство на любой вкус можно сразу на двух площадках. Выставка продажа меда проводится с 8 по 12 декабря в торговом доме Корона остановка ДК имени Баранова, а также в ДК имени Малунцева. И о погоде. Сегодня, 9 декабря, в Омске переменная облачность. Температура воздуха днем 14-16 градусов холода. В районах пасмурно и снежно дневная температура составит 12-16 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все новости. Далее в эфире смотрите прямую трансляцию проекта 12 канала «Диалог с героями». И до встречи в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова